Все думали, они остались в далёких и лихих 90-х, но прошлое, кажется, кое-кого настигает. Всю неделю коллеги убитого адвоката Татьяны Акинцевой, которая, как ясно, поралась защищать не только звёзд, но и добивалась наказания для участников Ореховской преступной группировки, просили госзащиты, опасаясь, что они могут стать следующими. У следствий нет сомнений, что устранение адвокатесы – дело рук всё той же банды, которая, судя по всему, до сих пор существует и по-прежнему бесчинствует. Кто они, новые Ореховские, и на кого точат зуб теперь в благополучных десятых? Спецрасследование Алексея Малкова. Подсудимый Дмитрий Белкин. По оперативным данным, криминальный авторитет по кличке Белок. Один из лидеров так называемой Одинцовской бригады группировки Ореховский. Обвиняется в организации 22 убийств. Интересы потерпевших в суде представлял адвокат Татьяна Акимцева. Это интервью записано за несколько дней до её смерти. Наказать преступников, наказать бандитов – это крайне важный и жизненный, и человеческий, и общественный процесс. Это дело стало последним в её жизни. Дело Ореховского. Вечером 12 сентября Татьяну Акимцеву и её водителя расстреляли. Камеры на блине зафиксировали этот момент, а также человека, покидающего место преступления. На следующий день было обнаружено и орудие убийства – пистолет с глушителем. В том, что действовал профессионал, а убийство было заказным, сомнений нет. Татьяна Акимцева не исключала, что нечто подобное может произойти. В семье у меня и мои друзья, и мои знакомые все очень обеспокоены. То есть ситуация, которая сложилась в данном процессе, вокруг данного процесса. Я слышу много всяких рекомендаций, пожеланий. Казалось бы, бандитские 90-е, когда одно только слово «Ореховский» наводило ужас на коммерсантов, чиновников и судей, остались далеко позади. Казалось, что Ореховских больше не существует. Тем более, что создателя и лидера группировки Сергея Тимофеева давно нет в живых. Легендарный Сильвестр погиб в сентябре 1994-го. Под его машиной сработало взрывное устройство. Но почему даже спустя 20 лет продолжаются убийства, которые пресса увязывали цареховскими? Что произошло с членами группировки? Кто они сейчас и какие цели преследуют сегодня? Кто такой Дмитрий Белкин? И почему суд над ним стал последним для Татьяны Акимцевой? И правда ли, что легендарный Сильвестр все еще может быть жив? Я не верила, что он ушел так просто из жизни. Впервые в телеэфире Любовь Тимофеева вдова того самого Сильвестр. Впрочем, когда они познакомились, он был простым трактористом Сережей Тимофеевым. Идет серьезно парня. Не пил, не курил. Он был совершенно деревенский парень. Когда поехал на знакомство с родителями, там вообще маленькая деревушка. Вот этот парень из такой деревушки. Я работал на тракторе, на бульдозере и на самосвале. Перспективы никакой не было. То ко мне в деревню, то к нему в деревню. Любовь никогда не задавала мужу лишних вопросов. Несмотря на то, что спокойной их жизнь не была. Особенно в последние годы. Грабили нас конфискации. Нам милиция все время приезжала. В тяжелые времена у нас все время была собранная сумка. Это на всякий случай. Как там говорилось, что на всякий случай должна быть собрана сумка. Это вещи, документы. Ну, там несколько, немножко денег. Все. И что-то он мне звонил, и мы быстренько бежали из квартиры. Вокруг имени Сергея Тимофеева до сих пор множество служб. Поговаривают, что незадолго до смерти он заключил фиктивный брак с гражданкой Израиля. И уехал из России. Якобы недавно в Израиле его даже видели. На самом деле это не так. Сергей Тимофеев жил со своей женой до последнего дня. В день своей гибели он планировал какую-то очень важную встречу и намекал, что хочет заняться политикой. Я сейчас иду на такую встречу, Любаш, что если не я, то кто? Что это значит? Он говорит, не я, если я не буду президентом. Он шел на серьезную встречу. А с кем? Не сказал. Днем Люка Тимофеева уехала на дачу. О том, что мужа убили, она узнала лишь вечером. Позвонили друзья. Я говорю, что авария или что-то случилось. Или ранили его. Потому что такие времена были, правильно? Они мне сказали, что его больше нет. И все, я потеряла сознание. Я только очнулась в 6 часов утра уже дома, в квартире. Она до последнего надеялась, что произошла какая-то ошибка. Но потом была тяжелая процедура опознания, после которой надежд уже не осталось. Тело было обошенное, лицо было очищено. Злые силы были его. И все, опять потеря сознания. Похоронили Сергея Тимофеева на Хованском кладбище. Идея это ребят. Это как бы вот ангел, распятие ангела. А это как бы взрыв пламени. После смерти Сергея Тимофеева в группировке начались внутренние конфликты, в результате которых к власти пришли сильнейшие. Сергей Буторин и его правая рука Дмитрий Белкин. У обычного прапорщика Буторина, у обычного качарщика Белкина получилась такая банда. Потому что они очень свирепо расправлялись со своими. За счет этого добивались жесткой дисциплины. Белкин как раз преуспел именно в этом. Именно он был организатором расправ, в первую очередь, с членами своей группы. За счет этого ужас через буквально короткий промежуток времени имя Белкина и Буторина вызывало уже ужас не только предпринимателей, которых они дальнюю обложили, но и самих бойцов этой бригады. Это Руслан Курбанов, активный член Ореховской группировки. Был убит своими же товарищами. Его заманили на дачу и расстреляли, расследились. Потом соскли. Череп только остался, я череп похоронил. По версии следствия, именно Белкин дал приказ на устранение Курбанова. Эти уникальные кадры впервые в телеэфире. Допрос штатного киллера группировки Александра Пустовалова по кличке Саша Солдат. Вот он рассказывает, как убивали своего товарища Руслана Курбанова. Применал участие, я Белкин, Макаров. Будет Макаров выходить со мной, да, на меня был пистолет. ТТ-слушитель Макаров будет написать, что меня не смогут, будет лушить. Примен сам на дачу, в паренском слабо. Вот сразу в коридоре зоны. Макаров, в паренском слабо. Руслан просто убит. Все, после чего я его перейдусь вниз. Даже расчли голову, в межургами. От расчленений, кто не помогал, что, скажем так, на него не попадал в умение. В невероятном, но незадолго до убийства, жертвы его плачьи пировали за одним столом. Это кадры домашнего видео. Свадьба Руслана Курбанова. Вот Дмитрий Белкин, дорогой гость на празднике. А вот отец Руслана подает блюда с пловом будущему заказчику убийства своего сына. А вот человек, который рассказал Белкину о неблагонадежности Руслана Курбанова. Проще говоря, настучал. Это ближайший друг Руслана и свидетель на его свадьбе. Иван Саусарагис. Он делился со своим другом своими мыслями. А тот его все это закладывал за Мобилку, который сейчас, судя с которым. Тот дал команду, брать его, сына. Иван Саусарагис. Он сидит сейчас. Ему дали 17 лет. На следующий год он выйдет и встретится со мной, если я к тому времени буду живым. Они убивали свои. Расчетливо и хлоннокровно. Белкин понимал, что такая же участь может ожидать и его самого. Неоднократно пытались совершить покушение на самого Белкина. И понимали, что если они Белкина не убьют, то он их убьет. И, как правило, Белкин их опережал. Потому что у него была неплохо поставлена система кодразведки. Поэтому, в принципе, Белкин не заурядный человек, если его так понимать, с точки зрения криминальной. Но он, как и все бандиты, очень опасный человек. Старший следователь прокуратуры Одинцовского района Юрий Кересь. В 1998-м он начал расследование преступлений Ореховских. Этот следователь был одним из первых Российской Федерации следователей, который понял, что он имеет дело не просто с какими-то отдельными криминальными преступлениями и деяниями, а что это действие одной цепочки, одной серьезной организации. Это один из первых, который вел это понятие. Организованная преступная группа, организованное преступное сообщество. За прекращение дела Керезю предлагали взятку, круглую сумму, миллион долларов. Это было связано с тем, чтобы был снял с розыска Белкина. Этот человек не стал брать деньги и реально, наоборот, еще больше вот это предложение, оно его мотивировало на то, чтобы расследовать здесь Белкина. Он понял, что он попал в десятку. После того, как Кересь отказался от взятки, его участь была решена. Саша-солдат подкараулил следователя возле дома. Киллер подошел к этому делу как бы творчески, потому что он притворился пьяным и как бомж, напившийся, лежал там в луже. И когда следователь проходил мимо, то вот раздались выстрелы. После убийства Юрия Керезя Белкин и Буторин были объявлены в розыск и скрылись за границей. Буторина арестовали в Испании зимой 2001-го. Три года назад российский суд признал его виновным в 36 убийствах и приговорил к пожизненному заключению. Вину свою я не признал. И, скажем, ну, я, честно говоря, особого раскаяния тоже не испытываю, потому как... Ну, не то чтобы раскаяния, а, скажем, сожаления. Дмитрий Белкин скрывался целых 12 лет. Его поймали в Испании и два года назад экстрадировали в Россию. Но можно ли считать, что в деле группировки была поставлена точка? Ведь именно после экстрадиции Белкина началась новая волна убийств. В июле этого года в Одинцово расстреляли Алексея Захарова, водителя Сергея Журбы, директора местного рынка. Убийца подкараулил Захарова у подъезда, отвел за угол дома и убил на глазах у свидетелей. Сейчас располагаем, расстреливаем. И сел на машину убил. Но кому и зачем понадобилось убивать водителя Сергея Журбы? Он был просто водителем. Какие-то покушения, какие-то поручения, на которые он бы мог бы в чем-то его лечить, я ему не давал. Директор рынка Сергей Журба еще с 90-х исправно платил дань группировки Ореховских. Сейчас он один из ключевых свидетелей обвинения. Именно его интересы представляла Татьяна Акимцева. По мнению адвокатов, убийство у водителя бизнесмена имело вполне конкретную цель. Безусловно, это давление на Журбу. Возможно, это связано с тем, что не все еще члены данной группировки попали в пули не в правоохранительных органов. На самого Журбу покушались дважды. Четыре года назад его машину буквально изрешетили пули. Было произведено порядка 98 выстрелов из двух автоматических орудий по машине бизнесмена. От полученных ранений личный охранник бизнесмена погиб на месте. Тогда Алексей Захаров и Сергей Журба были тяжело ранены, но остались в живых. В июне этого года еще одно покушение. Киллер, прятавшийся на чердаке, подкараулил Журбу и дважды выстрелил в него без снайперской винтовки. Бизнесмен получил тяжелое ранение в спину, после которого два месяца провел в больнице. Сейчас Журбу охраняет государство в рамках программы «Защита свидетелей». Эта женщина стала свидетельницей убийства Виктора Сидорова, бывшего члена банды Ореховских. Ее нужно голову расстрелить. Не у мозги лежали. Его расстреляли в марте прошлого года. Добили выстрелом в рот. Своеобразный знак того, что убитый много говорил. После ареста за вымогательство Сидоров сотрудничал со следствием и стал одним из ключевых свидетелей по делу Ореховских. Раскрыл очень много информации касательно убийств совершенных этой группировки. Потому что Сидоров участвовал как водитель, как человек, который рыл могилы будущим жертвам, как ассистент киллеров. Сидоров рассказал все, что знал. Его мать готова собственноручно растерзать убийц единственного сына. Я бы, наверное, не сразу стреляла. Я бы кусочку, наверное, отрезала, чтобы они мучились, сколько они погубили наших детей, и нас, матерей, и этой жизни. Это болью жить до конца, сколько Господь дас. Неделю назад на Хованском кладбище поминали Сергея Тимофеева. После его смерти прошло уже 20 лет. В могилы близкие родственники и друзья. Прийти смогли не все. Многие убиты, многие в тюрьме. Многие члены были осуждены в начале 2000-х, и сейчас некоторые из них уже выходят на свободу. Мы в ближайшее время можем получить по сути дела ремейк Ореховской группировки. То есть это будет, знаете, как есть мушкитюры, там 10-20 лет спустя. Вот будут Ореховские 20 лет спустя после тюрьмы. Адвоката Татьяну Акимцеву расстреляли ровно через 20 лет после смерти Сильвестра. Она получала угрозу свой адрес и тем не менее продолжала делать свою работу и была готова идти до конца. Именно об этом она говорила в своем последнем интервью. Я очень бы хотела, чтобы это больше в нашей истории не повторилось. Я считаю, что тут должен каждый это осознавать и делать все возможное, чтобы в дальнейшем наши дети, наши внуки это избежали. Я вижу свой вклад именно в данное дело в том, чтобы все-таки реально установить виновников и добиться их наказания. Троекуровское кладбище. У гроба Татьяны Акимцевой родственники, коллеги и знаменитости, которых она защищала. Среди ее клиентов Рудковская и Киркоров, Пугачева и Арбакайда. Для меня, для моего супруга, для моей всей семьи это большое горе, это большая потеря. Я думаю, что я больше такого адвоката не знаю. После начала суда над Ореховскими Татьяна Акимцева обращалась с заявлениями об угрозах, но безрезультатно. На этой неделе о госзащите попросил ее коллега Александр Карабанов. Я по-любому останусь в этой неделе. В память о Татьяне Акимцеве я заведу дела до концерта. Алексей Малков, Петр Дороговоз, Ирина Шалимова, Михаил Иванов, НТВ.